Май 1908 года, немножко неплановые делаю ролики, просто хочу наверстать то, что почти весь декабрь ничего не выходило, я так хотя бы по годам не отставать. Значит, май 1908, два события основных, это в США впервые праздновался День Матери, который сейчас по всему миру празднуется, и школьная реформа в России принята. Ну вообще, богиня-мать, она давно известна, она во-первых в традиционном нашем политеизме есть, в индоевропейском, в разных формах, по-разному называется, но везде она в общем богиня-мать. Она в семитском есть тоже, в пантеоне, который позднее отменен был, большинство семитов те или иные монотеистические религии приняли, в которых доминирует образ бога-отца. Но то, что там раньше была богиня-мать, это поминается постоянно и в Библии, и в Коране, и только негативно, то есть культ отца там вытеснил культ матери, в общем. Но в христианстве это все вернулось в образе Богородицы, никуда это не пропадало, в азороастризме, индуизме, манихействе и так далее, где в связи с богиней-матери и в буддизме тоже. Ну вот суть в том, что вот это все было, но единого какого-то светского у меня матери не было. Тем более в Америке это актуально, где большинство протестанты, поэтому католические вот эти культы Богородицы среди них не популярны, а мать все равно как бы есть. Ну и им хотелось бы вывести это вообще как-то из религии, сделать независимым, то есть просто вот именно культ матери, а не культ какой-то богини там или святой и так далее. Инициативу выдвинули американские феминистки, Джулия Ордхофф такая была, она 1872 году еще предложила День Матери править. Это были пацифистки, которые выступали против гражданской войны в США, и они лечили обе стороны, и южан, и северян. Но эту концепцию не поддержали ни в США, ни в других странах. Вот у этой Джулии Ордхофф была соратница Анна Джарвис, у нее была дочка тоже Анна Джарвис. И вот в 1907 году, этой дочке, которой уже более 40 лет было, она про это все вспомнила, и опять начала пропаганду за то, чтобы учредить светский единый День Матери в стране. Писала она в различные письма в государственные учреждения, законодательные органы, всем авторитетам американским, в общем, компанию устроила типичную, а женское движение, оно развивалось по всем странам. Одна такая вот из ярких фич того времени, это движение суфражисток, они были довольно скандальные и в Англии, и в Америке, и так далее. Вот в рамках этого движения предложили сделать женский день. Это то, что у нас 8 марта, но День Матери он официальный во всем мире, и пора давно уже советский праздник 8 марта отменить, который связан с какими-то акциями каких-то леваков, до которых нам дела нет, и ввести нормальный Международный День Матери, который в 1908 году впервые отмечался. Ну так вот, не получала она поддержки Анна Джаррис, поэтому она в частном порядке, как раз в 1908 году, во второе воскресенье мая, 10 мая 1908 года, она организовала в частном порядке празднование этого Дня Матери. Отклонили прямо в этом году Конгресс, отклонил ее предложение сделать это официальным праздником, что-то там посмеялись мужики, если нам уже там сидели в Конгрессе. Но в 1910 им удалось добиться, чтобы в штате Виргинии сделали официальный женский день, этот День Матери. И в 14-м году, второе воскресенье мая, было официально в Америке признано женским днем. В настоящее время, второе воскресенье мая, День Матери правится в 23 странах, в том числе в постсоветском пространстве, это Украина и Эстония, то есть те страны, которые ориентируются на западные ценности, на нормальное общество рыночное, они отмечают женский день примерно вот тогда, когда он в Америке отмечается, то есть во второе воскресенье мая. В России 3 мая 1908 года очередной закон о школьной реформе вышел. Наши чиновники путинские считают себя родственными почему-то чиновникам Николаевского режима, всячески выпячивают Столыпина, подонка, известного в то время в основном расстрелами поляков, Столыпинскими галстуками, ну и другие вообще политику Николаевского режима всячески обмазывают, восхваляют и так далее. Они жестоко за эту ложь поплатятся, когда путинский режим падет, так же как Николаевский. Ну вот сейчас они ее продолжают, в всяких фильмах там, в псевдоисторических исследованиях, на сайтах и так далее, всяческие фейки плодят и прочее. Почему я все это говорю? Реформа 3 мая 1908 года Николаевская объявляется якобы тем, что при Николае было установлено начальное бесплатное обучение для детей. Это такая же лажа, как то, что про Николая якобы крестьянам землю дали. То есть эта реформа проглашала целью, что в течение примерно 20 лет в России будет начальное бесплатное образование. Ну это примерно как Столыпин собирался 20 лет крестьянам землю давать непонятным образом, переселяя их в Сибирь, там выкупая у помещиков и так далее. Вот так же они собирались в течение 20 лет ликвидировать неграмотность и установить всеобщее бесплатное начальное образование. Естественно, эта программа предполагала определенное увеличение финансирования, потому что это было вполне очевидным у них в армии, большинство было безграмотным, не были способны читать простейшие инструкции, там, не знаю, к артиллерийским орудиям и так далее. Это приводило к низкой эффективности армии, а воевать, видимо, пришлось бы. Это приводило к тому, что были плохие неквалифицированные рабочие, не способны читать и так далее. Это все было плохо, и явно уже это все назрело, и в России была тяжелая ситуация с этим, повальна была неграмотность. Потому что у нас высшие слои утопали в роскоши, никакими они там не были благородными, как сейчас изображают. Это типичные паразиты по типу тех же путинских чиновников были. Они ни черта не делали, пьянствовали и так далее. Даже на такую насущную потребность, как ликвидация неграмотности, денег не было у николаевского режима. Реально благородные, образованные люди, это были русские интеллигенты, учителя, врачи и так далее. Они имели нищенские зарплаты, эти чиновники презирали, пинали, как хотели. И все эти люди в большей части голосовали за оппозиционные партии кадетов и СССР. И Столыпин, тот, который якобы установил начальное бесплатное обучение, тоже ни при чем. Хотя он эту программу продвинул. Программа предполагала увеличить бюджет народного образования примерно в три раза. Потому что он был до того совсем нищенски открыт. 50 тысяч новых школ. До войны, до 2014 года эта программа осуществлялась. После того, как война началась, естественно, они ее свернули. И 20 лет у них, естественно, не было на ликвидацию безграмотности. А уже после войны пришли к власти большевики. И они ликвидировали безграмотность уже командно-энспиративным методом. Причем большевики в этом плане были все-таки лучше. Потому что они понимали, что они собираются воевать. Им нужны, по крайней мере, грамотные солдаты. И они гораздо быстрее и эффективнее царского правительства это сделали. Тут в этом плане большевики были... Даже большевики были лучше этого мадака Столыпина, честно говоря.